Всем привет, друзья! В эфире программа «Профейлер» Привет! Привет! Что такое? Это классно! Наш первый сюжет посвящен путешествиям Просто расскажу о людях, которые будут в этом сюжете Это мои друзья, они вообще из Дании По пути в Якутск заехали на Фарерские острова А где у нас Фарерские острова находятся? Вот угадай с трех раз Где Япония? У меня же еще две попытки есть Это же такой вопрос, у нас страна настолько большая И знаешь сколько у нас островов-то этих? Это всю жизнь надо учить Это не наши острова Ну да, Фарерские острова находятся на северо-западе Европы, да? Да, они находятся между Данией и Норвегией Так, подожди, они с Данией, да? Да, они с Данией Приехали в Якутск И сейчас обратно они вернулись в Норвегию Ну их на север прям вообще тянет Норвегия же северная страна Северная, холодная А им прям еще холоднее захотелось Слава так аккуратно нащупывая лед А Норвегия же северная страна Привет, меня зовут Яким, я из Трумси, Норвегия Это намного севернее Якутска, но гораздо теплее Привет, меня зовут Люда Я очень люблю Арктику, очень люблю Скандинавию Поэтому большинство моих путешествий были по северным островам Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Фарерские островах и Дании Я вот уже практически один год живу в Дании Посмотрела на карте Вот у них есть Фарерские острова там где Ну просто дикая экзотичная природа Я решила вот хочу туда поехать Копила деньги Вот я купила билеты И позвала с собой Якима Он с удовольствием согласился Вот так вот мы там и оказались Мне хотелось попасть в какое-то необычное место Это не такое теплое место куда ездить позагорать Но оно удивительное и мне кажется необычное для большинства людей Население всего лишь 40 тысяч человек А там 18 больших, очень больших островов Жили мы в деревне, с населением 20 человек Соседей мы никогда не видели Но мы пители очень много овец И овцы они протираются везде у оград Я вот ходила и собирала шерсть Я собираюсь какие-нибудь сувенирчики Или это сделать Во время нашего путешествия мы встретили Премьер-министра Фарерских островов И это стало для меня особенным событием Несмотря на то, что это маленькая страна Казалось очень странным, что можно просто так взять И пожать руку премьер-министру Для меня все было необычно Ментальность, обычаи, что люди едят В Исландии все кушают акул В Норвегии кушают тухлую рыбу, которая воняет за километр На Фарерских островах они кушают китов Для меня это было очень интересно На самом деле бюджетный путешественник У меня не очень много средств финансовых Пару лет назад я путешествовала в оконские острова В течение той недели И я не потратила ни одного рубля Путешествовала одну неделю автостопом Записалась быть волонтером на фестивале викингов И там мы получали бесплатную еду У нас еще была с собой палатка Думаю, мой обязательный минимум Это телефон и кредитная карта Пока у тебя есть эти две вещи Можно выжить практически в любых условиях Наверное, это скучный ответ Но я думаю, это важнее всего Наверное, нужно брать с собой хорошее настроение И все-таки иметь своему денег у себя на кредитной карте Потому что неизвестно, что произойдет С собой всегда для меня палатка Палатка и водонепроницаемая одежда Давайте перейдем к следующему нашему сюжету Это сюжет, посвященный АВГ АВГ Это что такое? АВГ Это, ну, простым языком Это творческое объединение То есть это ребята, которые организовывают тусовки Которые очень популярны в нашей стране С чего мы начали об этом говорить К нам в Якутск приехал представитель этого замечательного объединения АВГ Диджей Ромстон После интервью мы пошли на... В вечеринку В вечеринку, да То есть мы пошли на эту вечеринку И наши местные ребята, которые играют в этом направлении В трэп направлении, они ничем не отстают Я люблю слушать разную музыку И с удивлением для себя отметил, что и трэп, в общем-то, очень приятен для уха, может быть Приятный бас где-то, где-то на... Наши люди, они любят, когда приезжий, допустим, из Санкт-Питом или из Москвы Говорит, якутский, я люблю вас! И все... Как бы ты характеризовал трэп-музыку в России? Эта музыка, когда она только появилась и, так скажем, стрельнула О ней вокруг было слишком много шума Кому-то она нравилась, кто-то нет Она действительно очень быстро набрала популярность в стране Сейчас она укрепилась, живет, как и любая другая культура Большинство электронной музыки написано под копирку И мне нужно что-то новое постоянно Потому что я устаю от одного и того же материала Я на гастролях то же самое Два-три раза могу один и тот же отыграть плейлист Потом я начинаю его обновлять Он мне надоедает Что для тебя важнее? Создать классный ремикс или все-таки какой-то уникальный авторский продукт? Ну, я не знаю, начинал я всегда с переделывания чужого материала Но, опять же, что значит? Его переделывать можно по-разному В своем ремиксе на Bassman Jacks я кроме акапеллы ничего не использовал Можно ли назвать это стопроцентным ремиксом? Если вычесть оттуда акапеллу, это уже получается авторская работа Я изменил там все, вплоть до тональности песни Наверное, конечно, интереснее создавать что-то свое Но порой, изменив что-то чужое, можно получить большее удовольствие от того, что ты там несколько дней назад придумал свое Надо просто делать, и мне кажется, не стоит думать об этом Я очень люблю Radiohead, очень люблю XX, группу британскую Рок могу ходить, олимбийский могу послушать, потому что это старое Я всегда буду любить Музыка народов мира или Дипла Все музыка Хочется слушать, почему нет Ром, стоп! Ром, стоп! Ром, стоп! Сейчас выйдет EP Я, правда, не понимаю, сколько там будет треков Будет коллаборация с капеллой Выпустим ее, снимем клип, потом посмотрим А-а-а-а-а-а Наш третий сюжет посвящен замечательному музыкальному проекту и вокалистки этого проекта Алене Бэбилон. Алена и ее друзья... Алена и ее друзья, это как будто... Алена и ее маленькие друзья! Какая-то передача какая-то детская. Алена и ее друзья. Алена и ее друзья работают на стыке жанров. Соул, регги, нео-соул, фанк. Я, кстати, попала на выступление Алены, наслаждалась ее музыкой, вокалом, и хочу сказать то, что под эту музыку и приятно танцевать. Хотелось бы отдельно мне отметить гитариста шикарного абсолютно, потому что в лучших джазовых традициях он поддерживает любую музыкальную линию. Так еще и репетиции проходят. Я-то думал... Нет. Но правильно, если ребята хотят заниматься творчеством, они должны помимо выступлений и репетировать много. Это же логично. Вот когда я читал рэп... Это многое объясняет. Сначала стерео или моно? Да, вот так. Хорошо. Спасибо. А я ничего не делал. Шучу. Ми, фа, си, бемоль. Три ноты идет? Ми, бемоль, фа. Может, поможешь? Сухи. Творчеством именно в музыкальной сфере я занимаюсь не так давно, когда, наверное, четыре. К сожалению, музыкального образования нет. Но, в принципе, это не мешает развиваться и совершенствовать вообще в плане музыки. Каждый из нас — это сольный исполнитель. Каждый из нас — мастер в своем жанре. Мы просто творческая группа, в которой каждый занимается тем, что ему нравится. Большое предпочтение, конечно, я бы отдала солу, ритм и блюз, современный нео-сол и, конечно же, регги. Сейчас очень стала популярна сол-вокал, наложенный на электронный бит. Например, как Джесси Вейер сейчас делают. Абсолютно живой звук, но путем исполнения через электронный инструмент. Давно очень не хочу записать именно акустический EP. Безумно хочется именно, чтобы было полностью акустический аккомпанемент с гитарой. Вот. Именно вот в таком, возможно, каком-то бардовском стиле, но в большей степени в регги. Музыка мне нравилась всегда. Я как бы всегда пела, еще даже в детстве пела. Где бы я ни была. Но потом вот что-то со мной произошло и все. И я стала бояться, ну, публики. Я хорошо помню тот день, когда мой приятель попросил меня ему помочь. И предложил просто, чтобы я исполнила припев. И после этого, между прочим, как-то вот у меня страх сцены тоже исчез. И вообще, в принципе, петь перед людьми, как бы, это уже все в прошлом. Я не боюсь. Мне кажется, что музыка людей связывает между собой. Это как шестое чувство, которое подсказывает тебе, твой это человек или не твой, на твоей волне он или нет. Ребята, слушайте хорошую музыку и посмотрите пропеллер. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Эх! А что будет в следующем выпуске, мы не знаем. Да, поэтому заходите в наше сообщество ВКонтакте, Проб ТВ, заходите на наш канал на Ютубе, Проб ТВ. Оставляйте свои комментарии, лайки, лайки. Мы будем ждать. С вами была программа «Пропеллер». Стренируемся с вами ровно через неделю. Всем пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Экономика и бухгалтерский учет. Егид. Будущее в твоих руках.